Ленинградский гектар, часть вторая. Ну, то есть первый раз земли раздавали в Ленинградской области в прошлом году, и вот объявлены 10 победителей этого года. Пожалуй, самая громкая сельхозпрограмма страны. Я, конечно, не списываю со счетов дальневосточный гектар, но там и далеко, и скорее для романтиков. У нас же все и поближе, и весьма конкретно. Земля для развития сельского хозяйства, ну и плюсом 3 миллиона подъемных. В рамках своего бизнес-плана я планирую приобрести 20 голов телят мясных пород и бочку-ассимизатор для того, чтобы откачивать навоз, который производят мои будущие коровы. Ну, вот и победитель второго сезона. Один из десяти, Александр Афанасьев. Он в Сланцевском районе получил 9 гектаров. Ведь название «Ленинградский гектар» совсем не значит, что на деле он будет именно один. Ну и плюс получил Александра деньги на телят и осенизатор. Вот красавицы. Спасаются от жары. Вообще Александр Афанасьев это не какой-то новичок или счастливчик, который случайно победил в программе. Он у себя в районе достаточно известный фермер. У него страшно сказать 56 гектаров своих и в аренде. Ну и он знает, куда и зачем шел. У большинства людей, которые, прослышав про ленинградский гектар, живя в городе, решили переехать в сельскую местность, воспользовавшись такой государственной поддержкой, заблуждение. Они считают, что трех миллионов, которые они получат, им достаточно будет, чтобы построить дом и начать вести какую-то хозяйственную деятельность. Я думаю, что таким людям не стоит даже заморачиваться и принимать участие в конкурсе, потому что их наша компетентная комиссия в Ленинградской области забракует. Ленинградский гектар – это попытка региона вернуть к жизни земли в дальних уголках области. Я решила узнать у тех, кто получил землю в прошлом году, а что у них, как сейчас. Вот Дмитрию Исаеву достались полтора гектара в Бокситогорском районе. Он по картофелю и телятам специалист. Пока документы делали, пока оформляли крестьянско-фермерское хозяйство. В общем, в итоге реально земля работать начала только вот-вот. Земля целина, требует больших вложений. На первоначальном этапе. Нужно прежде всего рассчитывать на свои силы. Если вы можете сесть сами за трактор, желательно сами его и починить в поле, если что, то смело можете начинать. Будьте готовы, что придется делать все самим. Мне кажется, что иллюзии по поводу дармовой земли в Ленинградской области и трех миллионов сверху два этих фермера разрушили. А ведь я еще про трудности сбыта продукции не рассказала. Когда два года назад только-только объявили о запуске программы, желающих было ну очень много. Я даже общалась с человеком, который мечтал у себя на гитаре построить дирижабль. Но ведь это совсем не про то. Да, конечно, это про большие возможности. Но при этом и про большой, я бы даже сказала, гигантский труд, который действительно достоин уважения. Редактор субтитров А.Семкин